Действительно, такая должна быть организация построения самовластики. И самовласть губернатора может дать денег. Но мало что имя. Всего не имя, а завтра имя мировой революции. Сколько меня уже выносили. Поэтому гарантированный фонд должен быть создан, который обязательно, чтобы не случилось, возмещает все, что вложено в организацию. Без этого никуда не обойтись. Но они были ориентированы на одну мелодию. Опыт как раз необходим там, где бумажки подсылать, принимать, что салют. В последние 10 лет не в крае, не в городе. Я немножко в Узбостоке начал там. Но процента корректическая. Нужен блок развития. Блок, который четко выоприявлялся. Этот же блок разрабатывает систему взаимоотношений. Позиции. Власть как катализатор. Каждый человек как щепот. По-прежнему тесно. Вот этот блок нам придется создавать не очень легко. Хуже я не буду, а лучше будет. И если бы я не имел такого крессинга, то при проверке, который выявил, я бы остановил. Для меня самый лучший ревизер. Это то состояние, в котором я находился. Поэтому я не ревизия, не одесследователь. Это не что-то. А просто нечего сказать. Так вот, не такой вот мочильный аппарат, а конструктивный. Он должен быть. И, может быть, корректирующую какую-то функцию иметь на всех пределах. Как это палатра власть? И хозяину уже, хапанувшему по этой имуществе, ну а уж крайне государству, тем более, вот там большой ревизер. Я не буду рассказывать, как это делать, а при бы просто, например, там, допустим, фабрики мороженого. Они там бы были. Или торговый комплекс. Другое состояние. И таких было 114 организаций. Мелких нет. Ну, 2 рублей. А значительно больше. Вот основной оборот. Вообще, каждый второй не работает. А если работает, то просто подрабатывает. Магодины не идут. Производитель не может реализовать. Работа, естественно, не очень много пока. Потому что много без работы. Но они есть и появится еще больше. У нас никто не думал еще о связи и границах по регионам России. И у бандитов есть. Они знают. И мечт. Это огромные возможности. Ведь не зря Москва ребят и мечт. Из-за того, что в это придется платить. Огромный пол. И часть уже на сегодняшний день ждут результата власти. Для того, чтобы можно было. Чем наши вот так. Теревики. Что придет кто-то. И на приморство. Край. Ставим рез. Вот это. Составляющие. И вклада. Ну. Параллельно с этим. Самый главный. Рыба-лес. Который вообще ничего не вкладывает. Только навести порядок. И уже сразу же. Параллельно с этим алкогом. Если у нас закрывается уссурийский завод. Из-за того, что он не может с этой братвой в подвале. Разливает соперничь. И 70 процентов водки заводит. А свою не реализует. И весь. Причем теневой водки. Ладно бы наши предприниматели где-то там. Закупили и здесь поставили тене. Поэтому здесь огромный возбор. Даже на таких элементарных вещах. Допустим вот сейчас. Обещают госпошлину. Таможенные сборы. Забор с машин. Повысить. Нам это не выгодно. И не просто моряк. Один на один. Знаем, что он не делает. Будет бороться с этим. Мы. Власть. И приморское общество должны бороться. Почему нам это не выгодно? Это бизнес не только моряка. И мы его должны даже инвестировать. Когда он въедет туда. Он берет деньги. Привозит оттуда машины. Продает их. В три дорого. В какой-то регион. И оттуда забирает в три раза больше денег. И сюда. Ведет. Мы даже должны подумать. Чтобы это было на такой организации. Что он не просто их, эти деньги получил. А создать ему условие, чтобы он вложил эти деньги. Уже в какую-то другую, что ему нравится и так далее. И этого ему должны помогать. А сама власть должна работать по направлению. Что касается села. Здесь сложная ситуация. Но поправимая. Поправимая. Какова должна быть политика. Ну, вижу понятно. Нет запчастей. Техника вся изношена. Нет ресурса. Есть только название. И еще какая-то там с ребрами корова ходит. Директор. Больше коров. Да. Больше коров. Ну и 60% бурьяна на этом ходе. Остальное. Огромные возможности. Сразу за один год не поднимем. Первое. Это заказ. Пусть не государства. Но краевого масштаба. Под все то бюджетное. Что мы закупаем сегодня с рынка. С китайского или какого-то другого. Но эти деньги должны сразу же ориентировать. Организованы бюджетом. В том числе и фондом страховой медицины. Для больниц полиплини. Там где взятая продукция. Под конкретные хозяйства. Под конкретную продукцию. И поставки целевые. Они уже должны знать. Что они выращивают такой вид продукции. Который каждый день поставляется. Вот такому-то потребителю. Вторая форма. Через торговлю. Вот. Он. Он. Торгует. Пищевой продукцией. Нет оборотных средств. А если берет в банк. То дорогие. Он получает или под гарантией. Дешевые кредиты. Или может дать бюджетные деньги. Но. Эти деньги. Трагит. Только на закупку. Сельскохозяйственных продукций. Вот там-то. 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 И в договоре. В контракте. Это конкретно указывается. И если он это не выполнит. То тогда заплати бешеные проценты. Еще какие-то не стоят. В этом плане. То есть мы будем приучать. И самого торговца. Чтобы он не оттуда завозил оттуда. А вот тут. Тебе гарантирован. Тебе рельсы. Тебе властная крыша. И все остальное. И таким образом. Потом уже будет привычка. Налаживаться связи с этим. И на автомате. Будет все помешаться. Ну. Где какой приоритет. Где в Кировке мед. Где там. Что-то. И так далее. Кроме всего. Свою перерабатывающую. Нашу промышленность. Тоже должны ориентироваться. Мы можем выращивать стоп. Она здесь выращивается. Еще нашими праздниками. Здесь у нас сахарный залог. Если настала пора модернизации. Чего вам? Завозить откуда-то сырец. А здесь свои возможности теряем. Я это говорю просто экспромтом. Не исследовал этого вопроса. Но это просто по принципу. И еще понятно. Если есть у себя производство. Чего продукт. Сырье для этого производства. А он его завозит. Вот этот комплекс. Рабочие места. Я уже не говорю о мелочерчном комплексе. Обычно мы довольны. Их задача номер один. Любой инвалид должен иметь рабочее место. Нет этого рабочего места. Значит во власти должен быть человек. который придумывает это рабочее место. И принцип этого подъема чисто пример заевальского варианта. Когда из ничего. На голом месяцем. Отступающие китайцы. Гонимые сродицы. Не только выживцы. Но и самые богатые государства. Построенные. Для главных экспортов. Это даже не продукции. А тень. Которые мы их не знаем. И если к тайваньской территории и к приморскому сродицы. То тут. Естественно возможности значительно больше. Но. Возвращаясь обратно. Никогда воровская власть. Не сможет создать кто почему-то. Вот почему мы совершенно другие люди. А тот кто наворовал. Чем мы сажать не будем. Деньги все которые вы наворовали. Вы наши инвестиции. Возвратите производство. И мы будем вас считать действительными бизнесменами. А не бандитами. Я даже сам выступлю. Они хорошие. Как некоторые вкладывали в переходы. Свои деньги. 350 миллионов. Я взял у тех ребят с которыми никто не хочет связываться. А они вложили. Они вложили. И пусть они там строят свои магазины. Все что угодно. Это на поле. Чем если бы они проиграли в казино. Или куда-то отправили. А такие деньги у нас огромные комиссии. И когда они увидят. Что в приморье можно деньги. Вложить. А не оттуда. Будут ехать в других регионах. И вкладывать эти деньги. И нам надо понять еще. И в налоговой политике. Когда мы души. Нам с государства так тяжело спорь. Но у нас два вида налога. Муниципальный. И краевой. И вот здесь мы можем даже использовать такую политику. Позицию. Когда вообще. С начинающего предприятия. Не брать никакого налога. Кроме государственного. Не брать своей доли. Освобождать от этой доли. Нам это тоже будет вывел. Или же вообще не будет этого предприятия. И будут безработные. Пособие. И еще политическое. И социальное нестабильность. Или же человек работает на этом предприятии. Который бурно развивается. Увеличиваются рабочие места. И он получает хорошую зарплату. И несет эту зарплату в магазин. А он реализует товар. Того предприятия. С которого мы берем налоги. Из самого этого магазина. У нас все только смотрят. Вот. На ближней дистанции. А как эти деньги потом. Они будут срабатывать. И они придут к тебе же. Пусть чуть-чуть поменьше. Но зато. Прирост всего этого будет таким темпом. Что через какое-то время. Это поменьше становится огромной величиной. И все за ним. Поэтому здесь возраст будет происходить. Извиняюсь за длинный ответ. Но это стратегический вопрос. И если его не решать. То все остальное это говорим. Это утопия. И это вот мы. Вот тут. Это просто слова. Дальше еще. Отношения с федеральным классом. Я пользуюсь. Спасибо. Сразу поздравляю. Спасибо. Администрация президента. Я приблизительно белый дом. Я с точки зрения состоятельности. После всех этих. Когда я туда прибыл. То меня все. Кто знал. Поздравляю. Если чем не понял. С чем поздравляю. Во. Молодец. Как ты их. И тех. И других. Но я вообще не стремился. Не стремился. Потому что мне это не надо. Это контрастное. Произошло. Произошло. Само собой. Историческая эпоха. Я тут это черт. Хотя конечно. Все это не случайно. Это когда нибудь. В мемуарах. Сколько хитрости. Сколько худости. Преподелать. Лоббировать. И так далее. Как расставлять. Как это административный ресурс. Почему допустим. Я дарку не засветил раньше. Мне нужно было расточить административный ресурс. Там. Что вообще. Никто им не воспользовался. Пока дубинец. Ну дубинец. У нас был веден. Неспроста. Когда они тащат административный ресурс. А из-под низу матрас. Из-под них вытаскивает Даркинс. Настраценко. Я наблюдаю на эту картину. Ладно. Хорошо. Пока не будут. Дерутся я огородами там. Где-то и так далее. Поэтому вся эта расстановка. Она. И все выборы. Которые я выиграл. Я в основном выиграл за счет этого. И естественно. В администрации президента. Есть сложные проблемы. Там зачастую не государственные чиновники находятся. А лоббисты той или другой структуры. Там каждый проталкивает своего. Для своих же интересов. За свои же деньги. Которые он возместит потом. В десять раз больше. Поэтому те, кто давит. И на соловиков. И прилетает сюда. Далеко не государственный интерес. А задача быть может. Самого Абрамовича. Или еще кого-то другого. Который они выполняют. И вот если будет управляемый. Ну прям может быть. Типа Афанасинка. Теперь же выбор закончился. Сможет. Которых просто вот возьмут. Из ничего и посадят. Он будет управляем. И он будет выполнять тот заказ. Кто его сюда посадил. А это значит. Не наши интересы. А интересы какой-то другого. Именно по этой причине. Я не подхожу туда. Только по этой причине. Они давным-давно убедились в том. Что Черепков не из шестой палаты. Что все их естественные Наполеоны. Со всеми их пиарщиками. Пусть работают. А этот человек будет один. Вот с тем народом. Который поддерживает чисто. На энтузиазме. Их никто никогда не путял. Ни копейки находясь здесь. И день и ночь трудится. И пасет. И вот он. Хорошо это знает. Сколько раз не подходил. Значит. Ну хоть что-то. Знает. Что ничего кроме здесь. Еще Черепков и отругает. В определенный момент. Не получишь. Потому что цели ей совершенно трудятся. И естественно. Для них. Я нежелателен. Потому что. Я не управляю в их интересах. Я управляю им абсолютно. Я человек как раз системный. Поскольку сам. Все время. Работает только по созданию системы. Я никогда не делаю каким-то пуском или еще чем. Я хорошо знаю. Что это хоть одной детали нет в автомобиле. Все. Это катастрофа. А власть. Это более сложнейший механизм. Чем автомобиль. Если на одном месте сбой. Все. На всем конвейере управления. По-любому не управлю. Поэтому. Как бы я кого не любил. И как я есть. Имею мозги. Я должен знать. Что на данном этапе. Я должен купиться в этом направлении. Любишь. Не любишь. Или выходить из этой системы. Переживить. Запчасти на прилавке. Поэтому. Я трудно управляю в их интересах. Но зато. Для других интересов. Я наоборот. Не только управляю. Но еще и организую. Итак. Проблема в чем? Проблема в Волошине и в Суркове. Вот две проблемы. Вся администрация президента остальная в ладоши. Проблема в Суркове. Человек Абрамович. И все интересы дальше вы понимаете. Если я остановлюсь. Я же буду контактировать с Абрамовичем. Но в том плане. Они деньги сюда. В строй производство здесь. И то что ты получил. Мы будем тебе огромную прибыль давать. Но будем лежать под контролем. Вся эта прибыль. Кладывается здесь в производство. Они увозятся куда-то. И все что там еще у вас есть. Так. Вы сюда еще приписите. А мы создадим условия. Для того чтобы вы здесь эффективно все это используете. Теперь. Волошин. Волошин человек Березовского. И Ноздартья. И вся операция из Даркина. И опускание полпреда. И Даркин из кустов. Это разработка вложений. Вместе с Ноздателем. Я об этом знал. Причем. Неглупые ходы. Одновременно своего. Конкурента. Преуспевающего Суркова. В кувер. И дать понять полпреда. Ну что. Теперь ползи ко мне. С повинной. Теперь ты управляй. Чего конечно нам. Не хотелось бы иметь. Мне например хотелось. Чтобы полпред был не управляем. Кем-то. А подчинен интересам. Государственным. Таким образом. На сегодняшний день. Вот. Такая ситуация и так. Но ситуация в администрации президента будет меняться. Поскольку будут меняться стратегические чиновники. И это не спит. Сам Путин. Путин конечно не до этого. Но он не может приморки обойти. 12 числа он впервые будет заслуживать свой аппарат по приемам. И будет принимать все. Естественно информация будет там всяко разная. Но задача наша донести до нее информацию ту. Которая бы могла быть ключевой. Через стол. Волошинско-Сурковский. Ни одна бумага туда не пройдет. Значит мы должны это донести через СМИ. Через другие каналы спецслужб. Тем или иным. С кем администрация президента взводит? Тогда извините. Надежды каких нет. И вы, товарищ президент. Разберитесь. Кто в вашем окружении? Если им все равно с кем братанцы. Ну тогда не играйте в выборы. Тогда мы будем знать, что нам ждать. Мы ваши помощники. Или мы должны отойти в сторону. Успехов. И победы. И повторов. Погрома спасибо. Спасибо. А дальше что? Встретились. Я человек тела. Дальше будем работать. Цель определена. Мы должны теперь определиться, где у каждого лопата. И где тот окоп. Или то здание, которое мы должны строить. И мы должны, если мы действительно встретимся для того, чтобы определить наши цели конечные и вместе идти, мы должны сейчас на ходу всю систему так построить, чтобы не ломая ряды редуток, каким-то образом каждый вписался. И победные знания на своей баррикаде. Можно для информации, что если будет у вас какое-то решение письменное, пожалуйста, не передайте. Пресс-релиз.